В настоящее время наиболее популярными видами спорта в Армении являются футбол, смешанные боевые искусства, шахматы, тяжелая атлетика, бокс, греко-римская и вольная борьба, дзюдо. История спорт высших достижений начал развиваться в Армении в годах 20 века. Вплоть до 1946 года по политическим причинам спортсмены Армении и как и всего СССР не имели возможности выступать на международных соревнованиях и могли принимать участие только в чемпионатах СССР. В этот период наиболее значимых достижений добивались армянские тяжелоатлеты и борцы. Среди них трехкратный чемпион СССР и рекордсмен мира по тяжелой атлетике Серго Амбарцумян, двукратный чемпион СССР по греко-римской борьбе Саркис Варданян. С появлением советских спортсменов на международной арене первым чемпионом Европы из Армении стал ереванский тяжелоатлет Иван Аздаров, завоевавший золотую медаль в легчайшей весовой категории на первенстве континента в Хельсинки. В 1952 году на дебютных для советских спортсменов Олимпийских играх в Хельсинки первым олимпийским чемпионом из Армении стал гимнаст Гранд Шагинян, завоевавший золотые медали в упражнениях на кольцах и в командном первенстве. Через два года он же стал двукратным чемпионом мира в упражнениях на коне и в командном первенстве. В дальнейшем армянские спортсмены неизменно входили в сборную СССР на всех летних Олимпийских играх с ее участием, добивались серьезных успехов на международном уровне в тяжелой атлетике, боксе, вольной греко-римской борьбе, самбо, спортивной гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, фехтовании, настольном теннисе, прыжках, воду, подводном плавании. Представители Армении включались в сборные СССР по таким игровым видам спорта как футбол, баскетбол, волейбол, хоккей на траве. Армянские шахматисты были на ведущих позициях не только в СССР, но и в мире. Тигран Петросян удерживал титул чемпиона мира с 1963 по 1969 год. Рафаэль Ваганян в составе сборной СССР неоднократно становится победителем шахматных Олимпиад, командных чемпионатов мира и чемпионатов Европы. После обретения Армении и независимости благодаря накопленному в советский период потенциалу армянские спортсмены продолжали добиваться значимых успехов на международном уровне. В 1993 году первым чемпионом Европы под флагом независимой Армении стал тяжелоатлет Хачатур Кипанакцан, а первыми чемпионами мира – боксер Энши Айн Мончан и борец греко-римского стиля Айгаси Манукян. В 1994 году звание чемпионки Европы и чемпионки мира по стендовой стрельбе выиграла Ерджаник Аветисян. На Олимпийских играх в Атланте титул олимпийского чемпиона завоевал борец греко-римского стиля Армен Азарян. В 1995-1998 годы трижды чемпионом мира по вольной борьбе становился Араек Геварган. Однако к концу 90-х годов XX века в армянском спорте наступил глубокий кризис, связанный с политическими и экономическими трудностями, сопровождавшими процесс обретения Армении и независимости. Эти трудности обусловили резкое ухудшение условий тренировок, массовый отъезд из страны ведущих тяжелоатлетов, борцов, боксеров и представителей других видов спорта, который продолжался в течение всех 1990-х годов. Результатом этого стало то, что на Олимпийских играх в Сидне спортсмены, выступавшие под флагом Армении, завоевали лишь одну бронзовую медаль, а на Олимпийских играх в Афинах завоевать медали не смогли. Современность с середины 2000-х годов можно говорить о начале возрождения победных традиций армянских спортсменов в некоторых видах спорта. Шахматы шахматы в Армении были в наименьшей степени затронуты кризисом 1990-х годов. В стране проводились такие крупные соревнования по этому виду спорта как шахматная Олимпиада 1996 года и командный чемпионат мира 2001 года. Уровень результатов мужской сборной оставался высоким, а результатов женской сборной даже улучшался. В 1999 году мужская, а в 2003 году женская сборная Армении и становились победителями командного чемпионата Европы. В 2006, 2008 и 2012 году мужская сборная побеждала на шахматных Олимпиадах, а в 2011 году выиграла командный чемпионат мира в Нинбо. В настоящее время мужская сборная Армении и остается одной из сильнейших в мире. А ведущий армянский шахматист Ливон Аронян имеет в своем активе победы на таких крупных шахматных турнирах как Морелия, Линаресовой и Канзей. Етапы серии Гран-при в Сочи и Нальчике, тяжелая атлетика, высокие результаты на международной арене вновь стали показывать армянские тяжелоатлеты. Так, в 2007 году сборная Армении победила на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, завоевав 10 золотых медалей, а на чемпионате Европы 2008 года завоевала уже 13 золотых медалей, подтвердив статус сильнейшей на континенте. На Олимпийских играх в Пекине армянские тяжелоатлеты завоевали три бронзовые медали. В 2009 году Назелия Вдалян впервые в истории независимой Армении стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике. В 2010 году титул чемпиона мира завоевал Тигран Мартиросян. Боксы с середины 2000-х годов вновь стали успешно выступать армянские боксеры. На чемпионате Европы 2006 года в Пловдиве двоим армянским боксерам удалось стать призерами континентального первенства. Она через два года в Ливерпуле огонес Даниэлян и Эдуард Амбарцумян завоевали звание чемпионов Европы. На Олимпийских играх в Пекине грачек Джавахан выиграл бронзовую медаль. В 2009 году серебряным призером чемпионата мира становился Андроника Копян. Еще более успешно выступают армянские боксеры-профессионалы. Вахтанг Дарчинян и Артур Абрахам владели чемпионскими поясами по разным версиям. Еще несколько армянских боксеров добивались права оспаривать чемпионские пояса по наиболее престижным версиям. Борьба в 2010-х годах вновь начали выходить на ведущие позиции в мире армянские борцы. В 2013 году чемпионом Европы и мира по вольной борьбе стал Давид Сафариан. В 2014 году борцы греко-римского стиля Арсенжилу Флакьян и Артур Александян выиграли золотые медали чемпионата мира. В 2015 году Артур Александян повторил этот успех. Стрельба на момент обретения независимости в Армении была развита как пылевая так и стендовая стрельба. Однако в 1990-е годы из-за отсутствия условий для полноценных тренировок ведущие стрелки Армении перестали показывать высокие результаты или были вынуждены покинуть Армению. С середины 2000-х годов в развитии этого вида спорта вновь наметились позитивные тенденции. В 2005-2009 годах Нарайр Бахтамиан трижды становился призером чемпионата Европы по стрельбе из пневматического и произвольного пистолета. В 2012 году возобновившее выступление под флагом Армении Ерджани Каветисиан завоевала золотую медаль чемпионата Европы в стрельбе на круглом стенде. Восточное единоборство в 2000-х годах в Армении появились спортсмены международного уровня в таких видах спорта как дзюдо и хеквонда. В 2005 году Армен Назарян стал первым чемпионом Европы по дзюдо из Армении, а в 2009 году другой дзюдоист Аванёс Давтян принес первую в истории Армении медаль чемпионата мира. В 2008 году победителем континентального первенства по хеквонда становился Арман Еремян. Значительных успехов на мировом уровне добиваются также армянские каратисты и ушуисты.